Закрывайте перец, поговорим с закрытыми дверями. Так, здесь только члены комиссии. Я так понимаю, что все осознают ситуацию, и визит начальника отдела, главы администрации, к вам в школу сейчас понятен? Знаю. Все вы знаете? Ясно. Хорошо. Ну, рассказывайте тогда, как у вас так получилось. Посчитали то, что было. Молодцы, все считали. Все считали. И по вашему участку такая процедура получилась? Да. Хорошо. Как посчиталась комиссия, которая находится за этажом ниже? Мы не присутствовали. Вы не присутствовали? Вы не общаетесь? Нет, пока нет. Я выбираю, где сидят. Значит, коллеги, давайте так. Я вам скажу, что ваши коллеги посчитались чуть-чуть иначе, чем вы. Я так понимаю, они так же честно и принципиально рассматривали каждую станичку. Значит, у них по предварительным подсчетам за третьего кандидата где-то порядка 75%. За то, что у вас тут очень много, где-то порядка 15%. Это, в принципе, отражает общую картину, которая складывается по октябрьскому району. Поэтому мне не хочется, чтобы вы были единственными, кто каким-то образом, непонятно чем руководствуясь, под здравым и смыслом, чувством гордости, ответственности и так далее, вымылся из общей массы. Ну, я скажу, я, в принципе, тоже довольно уже пожилой человек. И еще, в принципе, с Виктором Союзом я даже современником был, я даже еще и высоты застал. Поэтому все эти песни и скорби, я очень хорошо знаю. Но сегодня не та ситуация, чтобы вот эти вот честные от вас внимания шесть. Поэтому у меня есть вам очень жесткое предложение изменять протокол и менять кардинальную цифру между третьим и четвертым кандидатом. Значит, готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточное количество людей проголосовал. Они не будут объяснять причины, даже фантазировать. Кто-то по явлению сердца, кто-то по МОН, кто-то еще по шинкум голосовал. Это их проблемы. Но у нас есть другие задачи, есть другие проблемы, которые нам нужно решать. Вам сегодня, потом еще с первого числа, а потом мне учителя готовиться и так далее. Доходишь, чего я объясняю? Теоргий, еще если комиссия подписывает, я один на выне подписывает, большинство... Нет, не надо мне вашего особого мнения. Я его услышал, я его учтую. Всеми принципиальные люди, до определенной степени. Когда есть идиот о нашем будущем, хочется, чтобы оно было хотя бы чуть-чуть этого. Понимаете, как это значит, что мы нашими руками, надо делать... Нашими руками. Коллеги, ну я еще раз говорю. Вы молодцы, вы коллектив, вы выставили свою позицию. Вы... Я за это вас уважаю. Но сегодня надо сделать по-другому. Почему вы уже обрадите? Ну, я считаю, что голоса было еще не высказывали. Потому что сегодня... Это даже избиратель, давайте. Да, причем. Это нас двое. Это нас двое. Это нас двое. Как смотреть людям в глаза? Это наши ученики. Один из последних избирателей пришел на участок с вещом. С вопросом, где тут дурно, куда его кинуть? Это тот избиратель, который на прошлый выбор поднялся на участок и в глаза, в лицо всем, кто там сидел, обвинял учителей в том, какое право они имели после этого учить детей. Жаль, что я не сфотографировал бурну с этими гормошками. Если я не сфотографирую еще, то я не готов прогнозировать развитие особо. Продолжение следует...